Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, почему же утром тебя не встречает твоя утренняя эрекция? Почему же так случается, что не стоит? Давайте сегодня разбираться. И главное поговорим, является ли это нормой или в принципе это уже является серьёзным патологическим состоянием. И сегодня будем разбираться. Я очень рада видеть каждого из вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Обязательно подписывайтесь на мой канал, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. И в следующих видео мы будем разбирать самые интересные вопросы и комментарии. Ну что, я предлагаю начать. Действительно, достаточно часто вы задаёте этот вроде бы такой всем понятный вопрос, но встречается достаточно часто. И многие мужчины так или иначе встречаются с тем, что в один прекрасный день они утром не видят той хорошей утренней эрекции. Опять же, что происходит? У некоторых вообще есть такая очень серьёзная проблема, то есть вообще нет эрекции. У кого-то она достаточно слабая. Мужчина говорит про то, что вы знаете, вот раньше у меня была хорошая эрекция, сейчас она очень-очень слабая. Поэтому давайте как раз-таки и поговорим, с чем же это связано. А наиболее часто причин может быть много. Опять же, давайте начнём с того, что на всё нужно смотреть в динамике. Если это произошло единожды, то в принципе ничего критичного в этом нет. Как вы знаете, на вашу потенцию оказывают факты, огромное количество факторов оказывает влияние. Факторы внешней среды, стрессы, изменение гормонального фона. То есть вы понервничали, гормоны немножечко изменились. Соответственно, это всё оказывает серьёзнейшее влияние на твою потенцию, да, безусловно. Поэтому здесь нужно, конечно, вот на все эти факторы смотреть. То есть случилось единожды, особенно был стресс. Вы там прилетели откуда-то, да, из командировки приехали. Это может быть, ночью плохо спали. Почему это происходит? Потому что как раз-таки в утренние часы мы видим серьёзный выброс в наш организм гормона тестостерона. И под действием тестостерона происходит вот такая вот хорошая утренняя потенция, да. Не просто так мы говорим, что утренняя потенция это признак здоровья, признак прекрасного самочувствия, что всё хорошо в репродуктивном здоровье мужчины. А вот если мы видим уже какие-то изменения, видим какие-то проблемы, да, то нам говорят, всё, нужно бить тревогу. Поэтому смотрим, если случилось единожды, смотрим в динамике. А вот если это повторяется изо дня в день, то тогда, конечно же, нужно принимать, применять меры, да. То есть обязательно, даже если стала потенция, допустим, хуже. То есть вроде бы она есть, но она не такая хорошая, как была раньше. Этого недостаточно, чтобы вступить в половой контакт и чтобы его произвести полноценно, да. Этого недостаточно. Вот здесь уже нужно, конечно же, применять меры и разбираться, почему так происходит. Дорогие друзья, специально для мужчин я разработала комплекс «Мужская мощь». Комплекс, который оказывает потрясающее влияние на твою потенцию, эрекцию, увеличивает твое либидо, восстанавливает уровень гормонов, то есть потрясающе влияет на твои сперматозоиды. При длительном применении мы видим значительное увеличение тестостерона. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и йохимбина, которые являются природными афродизиаками. И уже с первых капсул приема ты чувствуешь потрясающие результаты. Принимать по одной капсуле два раза в день. Банки хватает на месяц, на курс. Соответственно, при длительном применении 3-4 курса мы видим потрясающие эффекты. И уже многие мужчины попробовали и поделились своим мнением в комментариях. Поэтому я тебе крайне рекомендую. Первая ссылка в описании под этим видео. Пробуй, делись своими отзывами и чувствуй потрясающий эффект мужской мощи. Ну что, друзья, а вот если вы видите проблему, которая достаточно такая длительная, и вы видите проблемы с потенцией, которые проходят там в течение 3-4 месяцев, и, к сожалению, все становится хуже, 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 то, конечно же, явно, что это не мимолетные изменения. И, конечно же, это все могло измениться под воздействием сильного стресса, под воздействием сильного недосыпа. Но, тем не менее, надо искать проблему с предстательной железой, надо обследоваться и уже, безусловно, смотреть, а может, это застойный фактор, воспаление какое-то происходит, да, и множество других факторов. Поэтому очень внимательно к этому стоит относиться. Обязательно здесь уже я рекомендую сдать анализы. У меня, кстати, есть видео на канале, где мы разбирали, вот какие анализы необходимо сдавать каждому мужчине. Я вам его крайне рекомендую посмотреть, потому что очень четко и очень познавательно, без лишних каких-то, как я говорю, дурацких рекомендаций, только то, что тебе конкретно необходимо. Поэтому переходи и, соответственно, узнаешь про анализы. Конечно же, такое, и многие исследования описывают, что да, бывает то, что потенция недостаточно хорошая, но, опять же, смотрим единожды, хорошо. Если достаточно долгое время и мы видим ухудшение, ухудшение, ухудшение твоей сексуальной функции, тогда обязательно обследуемся, обязательно уже разбираемся в этой очень серьезной проблеме. Также, друзья мои, конечно, твою потенцию играет влияние множество факторов, как я уже сказала, и алкоголь, и курение, и питание, ну и, конечно же, витамины, минеральные дисбалансы. Поэтому мужскую мощь обязательно пробуйте. Ссылка первая в описании под этим видео. И ощущайте результаты. Многие мужчины действительно ощущают потрясающий эффект. Пока-пока.